Накануне вся страна праздновала День защитника Отечества. В память о погибших в войне Алексей Текслер возложил цветы к вечному огню. На церемонию также пришли первые лица города, общественники, юноармейцы и простые горожане. Для многих этот день не просто праздник. В 1944-м Анатолий Котляренко потерял отца. После войны мать воспитывала его и еще двух сестер. Спустя годы, чтобы сохранить картину прошлого, Анатолий издал несколько книг. Челябинец писал о воспоминаниях детей, отцы которых погибли в войне. Вот для меня праздник, он святой. Это с войной кровью и тяжелыми временами, которые, в принципе, все время знал время войны, послевоенное тяжелое время. Ну, а раз росли сиротами, то исполна было лихо. В этом году День защитника Отечества отмечался в сотый раз. В 1922 году праздник был впервые учрежден в честь четвертой годовщины создания Красной Армии. Этот день отмечают все военнослужащие не только в России, но и в странах СНГ. Южный Урал в годы войны был кузнецей оружия. В Челябинскую область было перевезено свыше 200 промышленных предприятий и построено 35 новых заводов, а также были сформированы десятки воинских частей, отправленных на фронт.